Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Lanos 2006 года выпуска двигатель 1.5 бензин механика, передний привод пробег на автомобиле 342 тысячи километров растучит клапан хозяин купил один гидрокомпенсатор говорит, давайте попробуем найти и заменить его сейчас открою капот в предыдущих видео звук этот есть я сейчас добавлю освещение запущу двигатель вот такой вот звук стучит именно один клапан стучит на третьем цилиндре вот так ухом просто прикладывал вот именно этот район то ли левый, то ли правый беру стекостоп и слушаю что здесь крышка не прослушивается вот здесь нормально ну да похоже вот этот кулачок это получается у нас шестой глушу двигатель снимаю патрубок сапуна откручиваю болты крепления крышки головка на 10 хотел заказать съемник по-нормальному сделать а нету ни у кого в наличии проблему чтобы не пропустить в силу по-нормальному « lemon» «м病» « микроб» «м боль» «м боль» «мень rehú» «мень захотя» «мень nessa» «мень рождения» «пуsche» «мень и кошки» «мень и панель» «мень» 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 но все дело не в компенсаторе почему-то распредвал села одну сторону вот кулачок выведен на седьмом кулачке здесь кулачок не выведен эти вроде нормальные почему-то вот этот съела сейчас его вверх подниму поднял автомобиль левое колесо зажал подложил под него а сейчас объясню машина у меня на подъемнике вот я приподнял поставил доски и зажал его а это колесо у меня свободное поставил пятую передачу сейчас кручу за трещотку и проворачиваю двигатель кулачок его просто сожрала непонятно почему все остальные нормальные вот этот царапанный но он не сожраты не сожраны ведь и все нормально сейчас по очереди все посмотрим нет это тоже вот начало есть этот начало еда и все начало практически есть большую часть этот начало есть надо менять коромысло у этого почему-то вот сбоку выкрашено этот нормальный ну больше всех вот этот конечно прямо куска нету интересно ну вот он и тарабанит слушался как этот этот не слышно было вот и вся загвоздка кедрокомпенсаторы тут думаю ни при чем или вытащить его посмотреть я имею ввиду рокер коромысло но потому что что-то как-то вообще сильно выбило посмотрел я разную информацию и у одного человека мне очень понравилось простое решение и довольно таки практичное не надо никакого съемника беру головку на 16 устанавливаю ее если посмотреть вот так вот вот она нормально встает и с этой стороны хорошо видно она упирается в чашку клапана все теперь беру болт с шайбами здесь набрал нашел болт плотность у него твердость 10 подогнал вот такую конструкцию купольную шайбу почему купольную чтобы она хоть край цеплялась за головку не соскочила ну и сейчас смажу его закручиваю и придавливаю клапан резьбу смазал здесь как он объяснил говорит достаточно для начала чтобы у нас навернулась 3-4 витка болт должен быть такой длины вот сейчас и попробую заодно еще этим не занимался и закручиваю крутим горит до легкого такого упора чувствую что упираться начинает дальше горит усилия не надо делать вот все да чувствуется клапан отжат сейчас попробую весь этот процесс показать понятно что их много всяких все видно клапан отжат я думаю что этот все он свободен сейчас зажим возьму здесь еще посмотрел маслосливные каналы по бокам я наверное возьму их заткнул чтобы у меня с клапана вот эта чашка под коромыслом не упала и не улетела туда хотя вроде бы по диаметру не должна пролететь но лучше я обезопасусь и заткну их даже если он захочет туда убежать он никуда не убежит вот что съела дело-то в рокере и он убил распредвал вот и все ну это экономили на ремонте вот так вот дешевые запчасти убивают оригинальные решили мы все-таки заменить пока вот этот один кулачок он говорит я немножко покатаюсь потом возьму найду распредвал распредвал говорит будем брать бушный ну как я посоветовал что почитал по форумам оригинальные распредвалы еще более-менее ходят что оригинальные распредвалы как-то ходят а дубликаты там такая катавасия кому-то везет кому-то не везет с размерами не попадают с фазами не попадают как оно происходит я не знаю пока сам еще этого опыта не наработал а кулачок его поела вообще просто просто сильно поела непонятно как это все происходило и притом эта сторона вот я시 видно вот она она видать закаленная нормально она вот этот угол как раз и проела закаленной стороной а эта сторона просто выработана двигатель перебирали двигатель перебирали подешевле чтобы на всем сэкономить коромысла фирмы qml но могу сказать не заказывайте такие вот так вот гадать повезет не повезет здесь не повезло сейчас поехали за одним кулачком фирмы фаби взять здесь вот упор этот стоит на месте он не слетал ничего гидрокомпенсатор тоже вытаскивать не буду дело не в гидрокомпенсаторы по-хорошему где вот здесь я смотрел вот этот по-моему начала точить тоже надо заменить ну дальше будет другое видео именно по замене распредвала и кулачков кулачки фаби будем ставить а распредвал бушный хозяин будет искать ждем кулачок кулачок фирмы фаби 0 8 400 номер привезли один у них то ли пересорт был то ли что на остатке один находился вот один и взяли но отзывы по этим кулачкам хорошие поэтому нормально беру устанавливаю на место все кулачок на месте и чашечка под клапаном над клапаном под кулачком тоже на месте убираю здесь ткань выкручиваю болт вот такая незамысловатая конструкция и работает люди своим умом доходили в свое время закрываю крышку сразу и по трубок один наживляю здесь провода висят не достают вот как Шуруповертом с небольшим усилием закручу, а дальше динамо подкручу. Динамо ключ беру, дотягиваю 10 ньютонов метров. Так, одеваю на место хомут. Так, ну попробую запустить и послушаем, что у нас получилось. А теперь здесь звук, не здесь, а здесь. Ну а что сделать, дешевые запчасти убивают и долго не ходят. Хозяин сказал, сейчас будет искать распредвал, решили, что оригинальный бэушный, чем новый какой-нибудь дубликатный. И потом все коромысла возьмем тоже фирмы Феби. Фирма Феби вроде проверенная, по отзывам нормальная, работает хорошо. Ну, по крайней мере, этого звука громкого не стало, стало потише работать. Вот так вот полез менять гидрокомпенсатора, заменил один кулачок. Но все равно все-таки поприятнее стало работать. Хотя тарабанит все равно. На этом все. Всего вам доброго. Ну а уже потом будет другое видео по замене распредвалов и кулачков.